Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Особенно тепло, как всегда, я приветствую своих подписчиков. И сегодня я отвечаю на некоторые вопросы, которые связаны с реабилитацией и некоторыми состояниями после замены тазобедренного сустава. Подписчица спрашивает у меня, есть ли ограничения по поднятию тяжести на период после операции? Ну, конечно, без причины тяжести не стоит носить. Ну, хотя вот у меня дочь, ей сейчас полтора годика, она весит 11 килограммов. Я, конечно, ее ношу, но стараюсь поднимать ее правильно. Но вообще без особой причины лучше не носить тяжести. Следующий вопрос. Можно ли после реабилитации сидеть по-турецки? А первые 6 месяцев точно не стоит. И даже, наверное, 9 месяцев или год. У меня уже прошло 4 года после замены. И да, я могу сидеть, мне очень приятно. Это поза даже расслабляет тазобедренные суставы, седалищный нерв. Разрешено ли ездить на велосипеде? Да, конечно, разрешено. Я каталась и на велосипеде, и на роликах. Но здесь зависит от вашей физической подготовки. Если у вас хороший мышечный корсет, то да, конечно, можно. Я думаю, что это очень полезно, потому что это развивает кровоток, питает наш второй здоровый сустав. Я думаю, что да. Вот на роликах, кстати, было сложнее и более, наверное, опасно. Я покаталась пару раз, а потом думаю, а ладно, да, ну я бы лучше на велосипеде буду кататься, а еще лучше пешком ходить. Иногда использовать лопату, нажимая неоперированной ногой. Да, конечно, все возможно. То есть, когда вы сделали операцию, то у вас, наоборот, возвращаются все ваши физические возможности. Вот когда больная нога, тогда, конечно, ни на велосипеде, ни на роликах, ни с лопатой. Такая боль, что прям этот пот льется по щекам. И после операции все возможно. Ну, в этом и есть весь кайф и суть, что боль уходит. Вы как-то сказали, что на всю жизнь потом нельзя носить обувь на каблуке на постоянной основе. Ну, я скажу по себе. Большие каблуки я не одеваю и не ношу, потому что я считаю, я чувствую по себе, что идет огромная нагрузка на оба сустава. Я не хочу рисковать ни на один процент. Я чаще всего ношу спортивную обувь. Ну, иногда могу одеть небольшой каблучок, когда мы едем с мужем в машине, там, театр и ресторан. Тогда я знаю, что это не будет прогулка, а просто выйти из машины и посидеть в ресторане ножкой вот так вот помахать. Почему бы и нет? Можно с собой взять в машину положить туфли и переодеться, если вдруг вы планируете еще вечернюю прогулку в удобную плоскую обувь. Но я в основном ношу кроссовки. Вопрос про туалет. Вы сразу после операции смогли сами в туалет добраться. Не было периода с судном в кровати. Я делала операцию в Германии. Судна у меня не было. И, конечно, в первые дни я не ходила сама в туалет. У меня был такой мешочек, куда я ходила по маленькому. Ну, он был так подведен, подключен. Ну, то есть, наверное, три дня он висел, да, и врачи причем приходили, и как-то мне сказала медсестра, Елена, вам нужно пить больше жидкости. Я спросила, я подумала, на что ясновидящая, как она видит. И потом в следующий раз она пришла, и я говорю, ну, как вы поняли, что мне нужно пить жидкости? Она просто сказала, что моча очень темная. И также обращайте внимание, когда вы просто, вот, там, не знаю, ходите в туалет, если у вас там темная моча, то вы понимаете, что у вас обезвоживание, надо пить больше воды. Вот, а по-большому я пошла, наверное, на третий день. Они там как-то кормили, особенно для того, чтобы тебе, то есть, в первые дни идет облегченное питание, еда, для того, чтобы не хотелось в туалет по-большому. Так, ну, в общем-то, вот и все. И, конечно, когда я собиралась на операцию, я просканировала, не знаю, там, все клиники Германии, Израиле, Беларуси, встречалась с людьми, которые делали операцию. Поэтому, если хотите, то на индивидуальной консультации я вам смогу все подробно рассказать, дать контакты для того, чтобы вы сэкономили свое время, деньги. И также, если вам нужна помощь психолога, если вы боитесь операции, тоже можете обращаться, я вам с большой радостью помогу. Желаю вам хорошего дня, не болеть, наслаждаться этой жизнью, своей семьей, любимыми, друзьями и всем, что вас окружает. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok